Привет, всем огромный привет, и это моя рубрика Beauty Check, здесь мы говорим про новости, обсуждаем различные косметологические процедуры и не только. И сегодня хочу поговорить с вами о такой косметологической процедуре, как креолиполис. И начну, наверное, с последствий. Осторожно, сейчас будут неприятные кадры. Эти сообщения пришли ко мне в бодле обращений, и в письмах, фотографии ожогов, различные волдыри, слезающая кожа и даже некроз. А девушка всего лишь хотела постранить, а попала в ожоговый центр. Я бы в жизни даже не подумала, что на такое способен креолиполис. И давайте прямо сейчас с вами разбираться, а что такое вообще креолиполис. А его описывают так. Это современная и эффективная методика по избавлению от лишнего веса. Фигуру корректирует специальный аппарат с холодком. Ну, то есть похудение происходит с помощью низких температур. Замораживает жировые клетки и разрушает их, пока ты лежишь. Блогеры очень активно советуют эту методику, А косметологи, которые ее, собственно, и продают, рекомендуют как отличное средство для похудения. Но есть один подвох. Или даже не один. И сегодня я хочу показать вам, какие страшные последствия может вызвать креолиполис. Как вообще работает эта процедура и откуда она, собственно, появилась. Ну, а также мы с вами сегодня пройдемся по клиникам и узнаем, почему от их экономии вместо похудения вас может ждать ожог третьей степени. Ну, и, конечно, самые внимательные могли заметить, что о побочных эффектах креолиполиза я уже однажды рассказывала на примере Линды Евангелисты. Но тогда от креолиполиза пострадали где-то там, далеко, за рубежом. Да и случай был как будто бы единственный и необычный. А тут пострадавшие прямо рядышком со мной. Да еще и в моем боте и с новыми подробностями. Кстати, на тему моего бота. Вы тоже можете скинуть туда все волнующие вас истории. Будь то мошенничество, потребительский обман, какие-то новости. Возможно, даже какой-то компромат. Но главное, что вы можете делиться этим, в том числе и анонимно. Поэтому не стесняйтесь, переходите по ссылочке в описании. Ну, а я вернусь к истории пострадавшей. И вот как все было. Лен, добрый день. Добрый. Спасибо большое, что нашли время. Сегодня приехать к нам. Расскажите всю историю, которая с вами произошла. Я, естественно, была недовольна своим телом. Это была осень 2019 года. Я была в декрете с третьим ребенком. Родила третьего ребенка. Еще кормила грудью, к тому же. И у меня хватило мозгов отправиться на процедуру. Весило какое-то огромное количество килограмм. То есть все у меня висело со всех сторон. Мне все это не нравилось. Естественно, я выбрала решение сделать что? Пойти по всякому роду процедурам. Я мечтала о плоском животе. То есть там упругой попе. Соответственно, я не спрашивала ни какой это аппарат. Я думала, раз она врач, то ей можно доверять. Я так понимаю, что первые разы в эту процедуру делали несколько раз. И первые разы все было окей. Вот расскажите, как вообще проходила процедура? Какие были ощущения? Был ли какой-то заметный эффект? Процедура проходила, в принципе, абсолютно нормально. То есть я приходила, ложилась, закрывала глаза и расслаблялась. Весь трэш начался, когда я уже приехала домой. У меня сначала жутко покраснело место на передней брюшной стенке. То есть на передней части живота. Жутко покраснело и все просто горело. Я понять не могла. Думаю, ну может быть пройдет. Написала мастеру, которая мне делала. Она говорит, да, давайте понаблюдаем. И вот потом, через какое-то время, наверное, через несколько часов, началась адская просто боль. Боль была адская. То есть как будто бы меня ошпарило кипятком. То есть просто обожгло, я не знаю. Приложили ко мне каленое железо, либо еще что-то. Естественно, я не пила никакие таблетки обезболивающие. Я все это терпела. Стойко. Потому что надо было продолжать кормить грудью. Адская была боль. Наверное, в течение недели я просто с ума сходила. Не спала ночами. Никому неизвестно. И они давали на какую-то экспертизу вот этот весь аппарат. И как-то проверяли. Сказали, что все нормально. То есть что-то со мной нет. А они как-то вам компенсировали лечение? Вообще что происходило дальше? А, что происходило дальше? Прошла неделя. Это очень сильно болело. Появились волдыри. И я отправилась в ожоговое отделение в нашем городе. Тогда жила в Ижевске. То есть постоянно я делала перевязки. Потому что потом все эти пузыри начали вскрываться. Это все текло. Намокало. А область большая была примерно по размеру? Да. Это вот такая вот большая. То есть весь живот. Они вам оплачивали лечение? Мы стали с ними это обсуждать. И хозяйка салона, она пошла со мной в конфронтацию. У нас случился конфликт. Она начала говорить, что вот такая реакция. Они не виноваты. Они не хотели ничего платить. Я тогда наняла адвоката. Они тогда заплатили то ли 20, то ли 30 тысяч. Вот этот вот морально-материальный ущерб, который был нанесен. Но некроз тканей не пошел. Был некроз тканей. Вот на небольшие, слава богу, были участки некрозы. И там остались шрамы. Стой. Стой, 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 стой. Тебе же мои любимые продукты. Что тебе еще надо, а? Ревгош? Все ясно. Это тебе так весеннее солнышко насветило, что тебе срочно пора обновляться. Ну, пошли. Вау. Вау. Ты только посмотри на этот волгар. Тут все. Даже люкс-сегмент. Так, ну без духов от бренда Atelier Rebu я отсюда не выйду. Кстати, ты знала, что у Ревгош есть скидки до 50%, которые распространяются на бренды класса люкс? Так, а еще мне надо это. Так, и вот это. И это. Ну что, готова вам показать свою косметичку. И здесь у меня отличный легкий вот такой вот CC-крем от бренда Estee Lauder. Отлично на лето подойдет тем, кто любит такое тонкое покрытие, но при этом, чтобы было хорошее увлажнение. Airborian. Их самое популярное средство BB-крем. Пользуюсь им уже, наверное, последние года три или четыре. И для меня лучше тональника просто нет. А здесь у меня один из любимых ароматов этого лета от бренда Atelier Rebu, аромат Mystique. Ну и любимая пудра By Terrier с гиалуроновой кислотой. Она позволяет моей коже не блестеть во время съемок. В Ревгош есть эксперты, которые помогут с выбором косметики, подходящей именно для вас. А также вместе с вами протестируют каждую новинку. А новинки в Ревгош сейчас появляются так часто, что затестить все просто не будет времени. Ну что, ты довольна? Ну, ты не переживай, если что-то забыли, то всегда можно оформить заказ в интернет-магазине Ревгош с быстрой и удобной доставкой. Да еще и со скидкой до 50%. Будет больше времени на создание крутого мейкапа. Заказывайте любимую косметику в Ревгош, порадуйте себя и свою косметичку. Если вы думаете, что эта девушка одна такая, с такой вот индивидуальной реакцией, то нет. Она, скорее, знаете, одна из многих. Оказалось, что таких историй, найденных в СМИ, в социальных сетях, из них просто можно напечатать целый сборник. И вот, пожалуйста, смотрите. Модель из Красноярска. Лана тоже решила попробовать процедуру для похудения. Пришла в салон, мастер закрепил аппарат на бедре и ушел. Девушка почувствовала боль, но ради красоты решила выдержать испытание. И зря не позвала на помощь. Итог. Ожог, температура, пузыри, открытая рана и два огромных рубца. А вот вам еще одна история. Екатерины Коневой из Курска. Она решила сделать креолиполис вообще на лице. И в итоге получила ожог по всему подбородку. И ведь волдыри давно прошли, но следы остались. Отчетливо видно темно-красное пятно от насадки. Ну и статьи, ролики о подобных случаях можно найти не только в российском интернете. Продолжение следует... Okay, so what I'm about to show you is a three-day-old second-degree burn from CoolSculpting. It is very graphic. My voice is even gone because my throat has swelled so much that it's affecting my vocal cords. If you have a weak stomach, then please keep scrolling. But I need to know if this has happened to anyone else because I can't find a single article of this happening to anyone else. Okay. I have zero jawline, blisters, second-degree burns, overall swollen face. И мне стало интересно, а что на это говорят сами салоны красоты и клиники? Обычно тут вариантов не особо много. Одни всеми силами открещиваются от пострадавших, как это уже почти год происходит с Екатериной из Курска, да? Другие же уверяют, что все эти волдыри и отеки – это такая индивидуальная реакция. Я думаю, что это крайне редкое может быть явление, и все-таки не ожоги, а отморожения, видимо. И связано все-таки с работой, не совсем корректной работой оборудования и персонала. Тут надо разбираться, конечно, насколько это оборудование было качественным. Опять же я говорю, вот эти настройки достаточно тонкие тоже могут быть нарушены. Это должен быть подготовленный персонал, я говорю, это врачебная процедура. И тот доктор, который выполнял эту процедуру, он, конечно, должен очень хорошо разбираться в особенностях этого аппарата. Это связано все-таки с техническими проблемами и контролем во время процедур. Знаете, чтобы в литературе вот я не нашел, чтобы была прям индивидуальная такая реакция. Раз все дело в аппарате и персонале, то получается рецепт идеального похудения без осложнений очень прост. Первое – это точные настройки на аппарате. Второе – это профессиональный специалист с опытом работы. И никаких тебе последствий не будет. Как бы да, но не совсем. Начнем с вопроса, а что не так может быть с аппаратом. И чтобы в этом разобраться, надо буквально на минутку вернуться на 120 лет назад. Итак, на дворе 1902 год. Педиатр из Австрии замечает, что у некоторых маленьких пациентов после прогулки по морозу появляются плотные и немного покрасневшие узелки на подбородке. Прямо там, где много липидов. Проще простого жира. Позднее это замечают и другие специалисты. Но гипотеза о повышенной чувствительности жировых клеток к холоду появляется только 70 лет спустя. Впрочем, дальше теории дело не идет. Все-таки не зря метод называют современным. Итак, 2008 год. Именно тогда группа исследователей из Гарварда проводит первые серьезные исследования. И вводит этот самый термин. Криолиполиз. Что дословно переводится как расщепление жиров холодом. И уже год спустя появляется первый аппарат для криолиполиза. Правда, используют его не для похудения, а для местного обезболивания. Все меняется, когда на сцене появляется американский ученый, дерматолог и предприниматель Ричард Рокс Андерсон. До этого он постоянно участвовал в разработке многих косметологических аппаратов и лазеров. Он-то и увидел в криолиполизе большие перспективы и куча денег. В итоге врачи начинают использовать аппарат для процедуры по похудению. Не забывая при этом расхваливать новую технологию. Пациенты не верят, но платят тысячи долларов за по сути хороший маркетинг. И некоторые действительно получают долгожданные результаты. Минус сантиметров в талии и бедрах. Официальный аппарат для криолиполиза стал методом для моделирования тела лишь в 2010 году. А еще через год стал одобрен в 46 странах. То есть получается, есть какой-то официальный аппарат. И как же тогда он работает? И если верить маркетологам, то выглядит это так. Приходишь ты в клинику с лишними килограммами, ложишься на кушетку. Проблемные места сотрудники буквально складывают в специальные аппликаторы в виде чаш и подключают их к сложному аппарату, похожему на морозильную камеру с множеством шнуров. Затем нажимают на старт и складки буквально втягиваются в вакуумом прямо в те самые чаши, которые запускают мороз под кожу. Температура падает до минус 11. Жировые клетки охлаждаются и самоуничтожаются. А цены на это разные. То 10 тысяч рублей просят, а могут и все 100 тысяч. Но врачи, которые эту процедуру делают за 100 тысяч, уверяют, ожогов не будет, если сделать криолиполис на правильном аппарате, который одобрило Министерство здравоохранения США. Тот самый FDA. Поэтому он и дорогой. Но как минимум 10 клиник из 1000 в Москве им, собственно, вооружились. Вот в одной из них я решила съездить, чтобы задать все вопросы, ну так сказать, лично. Гарвардскими учеными придуман, разработан аппарат Кулскалптинг. И он же, что немаловажно, одобрен организацией FDA. Что это значит? Это значит, что проведены все медицинские исследования, как воздействует этот аппарат на живой организм. И это очень важно, потому что это не только эффективность, но это и безопасность. Ни один другой аппарат, который заявляют для криолиполиза, не одобрен этой организацией, потому что он так не изучен. Более 60 статей написано именно про аппарат криолиполиза Кулскалптинг. Да, раньше он назывался Зелтик. То есть получается, что остальные аппараты, они работают, они тоже выполняют процедуру криолиполиза, но какое будет от него воздействие, непонятно. Правильно? Не совсем понятно, да. Потому что все-таки это запатентованная технология, да. И нужно сказать, что изучено максимально. Ведь для нас важна безопасность, помимо эффективности. Хорошо, если не будет эффекта. Потому что гибель жировой клетки наступает только при температуре минус 11 градусов. В аналоговых аппаратах зачастую эта температура ниже, минус 8. Клетка жировая, да, она замерзнет, будет холодовое воздействие, но она не погибнет потом. И не будет вот этого уменьшения жировой ткани, которое мы ожидаем. И чтобы не получить обморожение, чтобы не получить осложнение, аппарат отключится. Один такой аппарат стоит 5 миллионов рублей. А ведь эту морозильную 100-килограммовую камеру нужно еще как-то из Штатов транспортировать. Потом купить для него расходники, например, те же чаши, да. Поэтому отдохнуть на кушетке с ним и стоит от 100 тысяч рублей. И тут я задалась вопросом, а неужели в Москве нет аппаратов подешевле, одобренных, например, Европой, там, не знаю, или России. Но оказывается, в Москве можно найти все. Вот, например, аппарат всего за каких-то 120 тысяч рублей. Написано корейский. А ведь эта страна, как и Штат, тоже известна своими высокими технологиями, электроникой, техникой. Зато ручной труд у них дешевле. И чем тогда этот аппарат хуже? И продавец, вон, как, смотрите, описывает свой товар. 10 уровней силы вакуума. Широкий диапазон рабочих температур. Но подождите, ведь мы-то знаем, что жировые клетки погибают при 11 градусах. Ни больше, ни меньше. Зачем тогда этот широкий диапазон? И чтобы это выяснить, мы отправляемся на разведку в одну из клиник. Широкий диапазон температур. Это что значит? Ну, от более холодной до менее холодной. То есть здесь можно выставить температуру, там, не знаю, 10 градусов по 30 градусов, верно? Ну, что такое, да. Я думаю, что не 30, а больше 50, что ли. Минус 50? Скажите, а у вас какие-то документы на него есть? Какие-то тестирования же они наверняка должны были? Вот все, что есть, я отдам. Но такие, как RU, естественно, нет у него. Потому что он уже устарел. Ну, как бы, как модель, да, они сделали новую модель. И на новую модель RU есть, а на старой модели, естественно, уже нет. Хотя не были. Но, так как, смотрите, мы покупали, когда и лицензировали на свою клинику, то есть мы можем, допустим, работать, хотя мы уже лицензию закрыли. То есть уже не можем, и мы тоже работать. Но если бы мы работали, то мы могли продолжать, пока там они не исчезнут, да, не исполняться, можно так сказать. Но так как мы все закрыли, все, эта лицензия пропала, и тем самым и RU пропала. А как же мы можем работать? Ну, все работают на аппаратах из RU. Их миллион в Москве различных всяких. Очень мало у кого есть RU. Ну, вы же понимаете, это просто огромный процесс, огромные деньги, вложения в это RU. Для того, чтобы сделать существовательное распространение, там просто столько всего нужно. Ну, а вдруг придется проверить, что делать? Спрятать. Как все. Святая моя простота. Возьмите, говорит, и спрячьте аппарат без имени и адреса от проверяющих органов. А вот если сделать на нем креолиполис, опустить температуру до минус 50, оставить клиента на час, что будет? Правильно. Ожоги холодом. Их уже не спрячешь. Но, оказывается, это еще не все. И вот такой простой, на первый взгляд, процедуры, нежелательных последствий, просто вагон и маленькая тележка. А вот список противопоказаний. А вот список побочек. Их, к слову, тоже предостаточно. И ведь никто из клиник на сайте не пишет, что сначала лучше бы проконсультироваться с терапевтом. Может, тебе креолиполис вообще делать нельзя? Да, бывает и такое. И я тут проконсультировалась с доктором медицинских наук и выяснила, оказывается, даже если есть банальная аллергия на холод, это когда, ну, может быть, вы знаете, да, или сталкивались с таким, когда лицо и руки зимой краснеют, а потом чешутся, покрываются мелкими такими волдырями. Так вот, если с вами такое происходило, то о процедуре можно забыть. А теперь самое главное. Почему после креолиполиса мои подписчицы жалуются на ожоги третьей степени? Ведь не все же клиники закупают копеечные аппараты, а некроз ткани и волдыри на коже никак у меня не вяжутся с минус 11. Но, оказывается, многие из них могут экономить не только на технике, но и на банальных салфетках, цена которых всего 200 рублей за штуку. Зачем они нужны? Их пропитывают специальным раствором и кладут как прокладку между чашами и кожей, чтобы как раз-таки не было ожогов холодом. Но вот если прикинуть, что сотрудники, ну, например, припрячут даже 5 салфеток в день, сэкономят, то в год получается такая нехилая прибавка к зарплате. И это подтверждают и пластические хирурги, и даже врачи, которые сами эти процедуры делают. Есть специальные такие мембранные салфетки гидрогелевые для защиты. Возможно, они, ну, случайно, я не знаю, его могли повторно применить. Или она была неоригинальная природой. Да, ну, тут трудно сказать. Тут очень много нюансов есть. Если мы сейчас посмотрим, да, вот она. Ее, если даже сейчас, вот посмотрите, я отожму, видите? Как гидрогелевая маска. Как гидрогелевая маска. Вот это средство обязательно должно содержать пропиленгликоль, которое препятствует образованию ледяной корки на коже, да. То есть мы профилактируем образование обморожений. Некоторые из моих подписчиков прислали мне истории о том, что у девушки прямо были следы как ожогов вот непосредственно после процедуры креолиполиза. Вот, например, повторно, если повторно использовать вот такую салфетку, может дать такой эффект? Может, потому что защитного средства значительно уже остается меньше на этой салфетке. И накладывая его второй или там третий раз, естественно, кожа уже не пропитывается и не получает той защиты. Это, конечно, может быть. То есть, давайте простыми словами еще раз поясню. Они просто берут и используют эти салфетки несколько раз на разных клиентах. Вот так вот. Кто же знал, что выяснятся в такие подробности? Но может быть, все-таки вот этот балаган весь с аппаратами, расходниками, документами встречается только в супербюджетных заведениях? Мы с моей командой долго не думали, решили пригласить независимого юриста и отправились в поход по клиникам. Сначала зашли в ту, что подешевле. Смотрите, что из этого вышло. Вот, пластуры проходят 45 минут. У нас есть большая, средняя, маленькая насадка. Выкладывается на зоны, которые вы хотите. А до этого накладывается мембрана от переохлаждения. Вот, температура опускается максимум до минус 8 градусов для первого раза. Это где-то минус 5, минус 6. А документы есть какие-то на него? Вот, на счет, там, сертифицированные какие-то документы. Это надо руководить, вы спрашиваете. А давайте спросим. Можете прийти завтра, руководитель. Нет, мы завтра не придем. Это должно было быть в момент открытия все у вас выступления. Может, там где-то документов есть? Нет, она сказала завтра, она приедет сама, лично. У вас должен быть уголок потребителя и вся информация здесь, да? Опять же, я хочу записаться на аппарат сегодня, но у вас документов никаких нет. Я бы хотела узнать, почему, где документы? К руководителю. Ну, то есть вы понимаете, что если у человека произойдет какой-то эффект элементарно-побочный, он даже не знает, кому претензию определить, кто ему делал, кто ему оказывал услугу, он даже не знает. На кого в суд подавать? Если какие-то вопросы по поводу документов, вы можете прийти завтра. Так они должны быть сегодня, в момент открытия, должны быть они у вас здесь, на столе и на стене вывешены. Ну, хорошо, их нет. Ну, тогда штраф. Не было даже элементарных документов о регистрации, о юридическом лице. То есть кто это? ИП, общество с ограниченной ответственностью, кто оказывает услугу. Даже это непонятно. То есть в случае, если будет причинен вред здоровью, то даже предъявить иск совершенно не к кому, потому что потребитель даже не знает, где он получал услугу, в какой организации. Далее, что удивило, это отсутствие также документов на прибор. Это сертификаты соответствия, декларация таможенного союза, декларация ЕАС, договоры поставки на товар и документы, подтверждающие гарантийное обслуживание прибора. Данных документов мы и не увидели. Поэтому, бог не знает, что это за прибор. Возможно, он где-то был смастерен самостоятельно, да, дотошными мастерами. И тут я прям слышу вот это, да. Ну, Катя, а что ты хотела от салона с процедурой Креолиполис по 10 тысяч рублей? Поэтому мы пошли дальше и зашли в соседнюю уже дорогую клинику. Очень дорогую клинику, где процедура стоит от 100 тысяч рублей. И что вы думаете? Там аппарат после долгих уговоров нам все же показали. И он действительно был похож на тот самый американский. Только вот документы на него сотрудники искали, 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 да так и не нашли. Договоры поставки мы точно вам не будем показывать. А в декларации там написано, по-моему, продавец. Вы все так сможете показать нам соответственно? А декларация соответствует на зал, конечно, 100%. Ну, просто вы должны понимать, что это не под рукой. СЭС приходит, приупреждает нас. Мы придем в такой-то день, подготовьте документы, все. Ну, а мы лучше, чем СЭС. Статья 10-я, 12-я закона о защите прав потребителей. Пленум Верховного суда номер 17 в пункте 44. Разъясняет, что информация потребителю должна предоставляться до того, как потребитель примет решение о покупке товара или услуги. Информация должна предоставляться в доступной и наглядной форме. Поэтому информация об оборудовании, на котором будет производиться процедура, должно быть в уголке потребителя, либо в кабинете, в котором будет производиться данная процедура. И данные документы должны предоставляться потребителю по первому требованию до того, как потребитель заплатит деньги. К слову, сотрудники клиники клялись божились, что все декларации соответствия на аппарат найдут и отправят нам по почте. Весточки, кстати, от них за неделю так и не было. И очень хочется, конечно же, верить честным глазам администраторов и врачей, но документ есть документ, и он обязан быть в клинике. Ведь откуда мы знаем, кто и где этот аппарат собрал? Но, может быть, мы много требуем, хотя мы же потребители, и должны получать данную информацию. Ну, а мне интересно узнать, что вы думаете, поэтому обязательно приходите в комментарии, рассказывайте. Ну, а я продолжу. Персонал, который проводит эту процедуру, должен пройти специальное обучение по работе с этим аппаратом. Обязательно получить сертификат, а потом каждые полгода еще и подтверждать его. Ну, и проходить повышение квалификации. Технологии-то постоянно меняются. А еще, знаете, что я узнала? Что саму процедуру должен проводить только врач и никто другой. Да, у него могут быть ассистенты, но непосредственно консультировать вас, работать с аппаратом должен только врач. Ну, а насчет документов. Если в клинике или салоне красоты нет сертификата, то процедура может закончиться русской рулеткой. А еще, если видите ценник на Криолиполис меньше 50 тысяч рублей за сеанс, то просто проходите мимо. С салоном, который нарисовал такие расценки, явно что-то не так. Нет, ну, сэкономить, конечно, можно, но последствия вы сами видели в начале видео. Друзья, ну, а если вы стали свидетелем нарушения или, не дай бог, жертвой, бегом писать в мой бот для обращения. Снова о нем напоминаю. Но даже если вам повезло и вы попали к самому лучшему врачу и в самую хорошую клинику, даже это не станет гарантией того, что последствий не будет. Ведь на процедуре по похудению можно и потолстеть. Как раз это и случилось с Миланой из Сибири. Косметолог посоветовала девушке Криолиполис. Милана согласилась. Все сделала, заплатила. А спустя три месяца пришла в клинику на замеры тела и, вау, удивилась. 3D-сканирование показало, что девушка прибавила в объеме на полтора сантиметра в животе. И да, это напоминает ту самую историю Линды Евангелиста, которую я рассказывала в прошлых видео. Давайте напомним. Кто забыл о Евангелиста модель 90-х, которая еще говорила, мол, меньше чем за 10 тысяч долларов с постели я не встану. Так вот, она бы с этим поспорила. Линда блистала на всех глянцевых обложках, а потом раз и внезапно пропала со всех медиарадаров. Чуть позже в СМИ появились кадры и кричащие заголовки о неузнаваемом внешнем виде когда-то очень популярной супермодели. И лишь три года назад Линда вышла на связь, чтобы поделиться своей историей. Ее тело сильно увеличилось в размерах. И дело тут не в бургерах и газировке. По ее словам, тело изуродовали врачи на сеансе Криолиполиса. Мол, вместо похудения аппарат, наоборот, увеличил ее объемы на несколько размеров сразу. Холод, ожоги, набор веса. Как это связано? И как все это так вышло? А дело в том, что у нее развилась парадоксальная жировая гиперплазия. И эту побочку не решили ни аппаратные процедуры, ни даже липосакция. Поэтому супермодель подала в суд. А все потому, что, оказывается, ученые уже давно были в курсе происходящего. Еще в 2014 году они провели исследование и выяснили, что у Криолиполиса есть очень неприятная побочка. Та самая гиперплазия жировой ткани, которая и поразила евангелисту. Вот же в отчете четко и ясно сказано, что у мужчин с 41 года и женщины 56 лет был выявлен поразительный рост жировой ткани. То есть, производитель аппарата об обратном эффекте процедуры по похудению хорошо знал, но умолчал. И ладно, производитель скрыл, он просто хотел заработать, да, окей. Но мне вот интересно, а почему Американское министерство здравоохранения не отозвало разрешение на применение аппарата? Или хотя бы обязало производителей и персонал предупреждать пациентов о такой побочке, как набор веса? Но тут все наоборот. Криолиполис даже получил награду от научного журнала как лучшая процедура по телу. Видимо, посчитали, что число пострадавших не такое большое. Сколько там? Всего лишь одна из десятков тысяч? Только вот спустя уже 4 года появилась новая статистика. Ученые выяснили, что гиперплазия жировой ткани встречается среди пациентов гораздо чаще. Один пострадавший из 138 пациентов. Участие пациентов, надо сказать, небольшой части. Через 2-4 месяца после обычно. После проведения коррелиполиза на месте лечения коррелиполизом образуются такие участки с избыточным объемом жир. И этот эффект мы очень назвали парадоксальной живой гипертрофией. Впервые его описали в 2014 году, хотя в 2011 году производитель получил отчет от испытателей о таком явлении. И это, в общем-то, клиническое значимое осложнение вот этой вот коррелиполиза. Ну, надо сказать, что есть данные в литературе, то у некоторых пациентов даже липосакция не может решить эту проблему. Ну, вообще, механизмы, которые лежат в основе вот этой парадоксальной живой гипертрофии, они до сих пор не изучены и не известны. Есть просто какие-то разрозненные данные, например, что их больше выявляют у пациентов мужского пола. Есть данные, что повышенный тестостерон тоже является таким фактором. Но это чисто умозрительно, там не проводили замеры этого гормона до и после, поэтому это чисто гипотетически так решили. Это уже серьезнее. И кто-то, конечно же, сейчас скажет, что один из сотни – это не так уж и много, но проверить и понять, попадешь ли ты в эту статистику или нет, пока, увы, невозможно. Но ведь ни клиники, ни косметологи, ни блогеры о рисках не предупреждают, а наоборот даже как-то пытаются возвести креолиполиз на пьедестал самых безопасных процедур. Да, конечно, не будем исключать, что бывают удачные кейсы, когда пациенты после креолиполиза действительно худеют. Но это только в том случае, если сойдутся все звезды. Ты в статистику ученых не попадешь, а салоны соблюдают все правила безопасности, проходят все соответствующие обучения и, конечно же, не пытаются заработать побольше, экономя при этом на расходниках и нашем здоровье. Так что, как обычно, повторюсь, выбор за вами. А это видео просто поможет вам взвесить все риски и сделать этот выбор правильно. Друзья, на этом сегодня все. Спасибо большое, что вы досмотрели этот ролик до этого момента, то есть до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в следующем выпуске. Я всех люблю, целую. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok